Приезд до гостей ребята с нетерпением ждали с самого утра и как только команда восьмого вошла в зал, ее сразу же позвали крутить хула-ху, поиграть в мяч и ловить воздушные шарики. А впереди было самое интересное – шоу мыльных пузырей от студии Плюс. В подобные моменты даже взрослый на время возвращается в детство, а ребенку испытывать такие эмоции просто необходимо. Поэтому найти единомышленников, которые также с удовольствием согласились устроить ребятам настоящий праздник, было несложно. Подключились не только горожане, но и другие компании. Торты от кондитерской «Воздухбейкери» и конфеты от радиостанции «Ви-Би-Си» стали для детей отличным сладким подарком. Большое спасибо людям, которые откликнулись, пришли к нам и с помощью этих людей мы подарили детям, пусть небольшую, но все-таки, думаю, радость. Конечно, многим было любопытно узнать, как работают телевизионщики. Кто-то просто наблюдал со стороны за действиями оператора, кому-то было интересно, какие вопросы чаще всего задают журналисты. А самые смелые ребята даже на время стали нашими корреспондентами. Поздравляю всех с праздником хорошим, веселым, День защиты детей. Кто смотрит, передаю привет. Поздравляю всех с веселым праздником День защиты детей. Сегодня в детском доме поселка Новый воспитываются более 40 ребят абсолютно разного возраста. Дети ведут активный образ жизни, занимаются спортом, играют на свежем воздухе, вместе разучивают песни, а старшие стараются помогать малышам. Но этим ребятам все же не хватает самого главного – заботы родителей. И любое внимание взрослых для них – самый важный подарок. Понятно, что хочется помочь всем, но мы решили все-таки поехать чуть-чуть подальше от города, где, может быть, не всегда обращают внимание на какие-то проблемы детских учреждений. И приняли решение приехать сюда, чуть-чуть подальше от города. Сразу после праздничной программы ребят ждали сюрпризы. Некоторые мальчишки и девчонки поехали в театр, а остальные – на футбол. И, наверное, каждый из них мечтал о том, чтобы таких дней, как сегодня, было как можно больше. Поделиться добро может каждый из нас. И не обязательно делать это только раз в году, в День защиты детей. Нужно лишь немного времени, чтобы приехать к этим ребятам, которым так важны наше внимание и забота. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.